МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гость в студии. Одна из самых популярных программ телеканала Ника+. Она родилась практически в годы становления Ники. Чем была вызвана необходимость такой программы? В год 25-летия нашего канала мы продолжаем разговор с его основателем Андреем Мозуровским. Вы знаете, мы приводили к новостейным программам, где очень короткий сюжет. И вот человек посмотрел какое-то событие и оценил его. И очень часто за этими новостями стоит какая-то личность, какая-то проблема, которую невозможно раскрыть в короткой программе. У нас нет такого огромного количества циклов, который бы позволил тематику разбросать по другим программам. И мы искали универсальную такую методику, чтобы она позволила на любую тему поговорить, с любым человеком встретиться, по любому поводу поговорить в студии с кем-то. Это студийная программа, которая предусматривает диалог с одним, с двумя, с тремя человеками максимально. И мы беседуем на какую-то тему, или обсуждаем какое-то событие, или говорим о какой-то личности. И вот попадание в это название, оно настолько универсально, что эта программа до сих пор является одной из основных наших программ. Почему? Потому что мы как раз этим принципом пользуемся. Надо нам поговорить о человеке, мы говорим о человеке. Надо поговорить о каком-то событии, мы говорим о каком-то событии. Надо поговорить о проблеме, мы говорим о проблеме. Добрый вечер. Текущий год официально объявлен годом 80-летия независимости Финляндии. Собственно, дату мы отметили на прошлой неделе. И сегодня у нас в студии министр внешних связей Карелии Валерий Александрович Шлемин. Валерий Александрович, как вы полагаете, следует ли нам сожалеть о том, что 80 лет назад мы потеряли часть территории, которые ныне именуются Финлядией. Вы знаете, Алексей, я думаю, что нам не стоит сожалеть об этом, потому что Россия была и сейчас остается великой страной. Я напомню, что при относительно небольшом населении, 150 миллионов человек, Россия продолжает оставаться самым крупным по территории государства мира. И на мой взгляд, я думаю, вы согласитесь с тем, что крупнейшая проблема нашей страны в том, как управлять этой территорией, как ее держать. Вторник в нашей телекомпании день приема гостей. Но на этот раз мы сами решили нанести визит и побывать на сказочном острове Кижи. Месяц тому назад в Москве состоялось заседание научно-методического совета. На этом заседании присутствовало около 70 человек, ученых, академиков по деревянному, по архитектуре, по деревянному зодчеству, где рассматривалась, уже второй раз рассматривалась концепция по реставрации Преображенской церкви. Через эту передачу прошло огромное количество людей, которые являются знаками для Петрозаводска, для Карелии. Они в какой-то вот мере стали такими символами определенной эпохи, определенного времени. Обо всех героях этой программы рассказать просто невозможно, потому что, я думаю, там по тысячу этих программ у нас уже сделано. Но память вот хочет вернуть к некоторым вещам, которые мне близки, мне понятны. Вы знаете, есть такой журналист, который очень хорошо знает мое поколение, поколение младше, но почти уже не знают сегодняшнюю молодежь. Это Евгений Давыдов. Это человек, который всю жизнь отработал в СМИ, был редактором, создавал клубы подростковые, создавал движение юно-армейское. И его знаменитый товарищ. Это я хотел этим закончить. Это человек, который воспитал огромную команду людей, которые и сегодня не последние в этой жизни. Вот когда недавно был 50 лет клубу «Товарищ», о котором вы сегодня вспомнили, то я просто увидел людей, которые состоялись во всем. Это талантливые люди, они работают в разных областях, они представляют разные слои населения, но это люди увлеченные, это люди порядочные, эти люди, которые помнят, кто они, откуда, и знают, что им делать потом. Не так давно, несколько лет назад, состоялся конкурс «Профессия журналист», и туда попала программа, которую наш редактор просто смотрит журналисты. Это брал программу о журналисте, об Евгении Давыдове. И послали на конкурс. И каково было наше удивление? Международный. Да. Каково наше удивление, когда-то программа завоевала приз, когда о Евгении узнала вся страна, и он был сам в шоке. Он потом говорил, слушай, а что это такое? Мы говорим, не знаем, мы его послали обычную рядовую программу. Заняло достойное место на этом конкурсе. Когда его пригласили в Москву, когда ему вручили специальный приз, и вот как раз в программе «Гольф студии» по итогам в этой поездке, он просто очень много рассказал о том, как это происходило. меня зовут Марина Кабатюк, здравствуйте, и сегодня у нас в гостях заслуженный журналист Республики Карелии Евгений Давыдов. Евгений Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот я знаю, что совсем недавно вы стали, были удостоены специальной награды Международного фестиваля телевизионных фильмов «Профессия журналисты», и, собственно, с этой наградой вы к нам сегодня и пришли. Ну, я хочу сразу сказать, что это награда в равной мере, а может даже в большей мере принадлежит телекомпании «Ника» и автору фильма Светлане Пушкиной, которая сумела убедить жюри в том, что меня есть за что отметить. Это бесспорно ее журналистский талант виноват в том, что я стал призером. И меня немножко даже удивило, что вместе со мной не пригласили автора фильма. Даже удивило это. Но надо сказать, что, в принципе, для меня этот приз очень важен и интересен. Получал я его из рук очень авторитетного журналистской среде человека Алексея Кирилловича Симонова, председателя фонда защиты гласности, очень известного человека, сына поэта. В этом 2016 году Евгению Давыдову исполняется 80 лет. Он родился 22 июня, в день начала Отечественной войны. Человек очень известный в нашем городе, особенно в театральной, в интеллигентной среде, Геннадий Залогин. Это же личность. Он был не просто актером, он был не просто директором театра. Он был душой огромного коллектива. За ним тянулись люди, куда бы он ни приходил, вы знаете, он такую энергию излучал, он так заражал всех. Заслуженный артист Карелии, директор Государственного молодежного театра «Творческая мастерская» Геннадий Залогин отметил свой юбилей в Кругу друзей. Геннадию Борисовичу 50. Его друзья собрались в Русском драматическом театре в том самом зале, где начиналась его артистическая карьера в Карелии. Теперь Геннадий Залогин сам директор театра, любимого всеми зрителями. Большой друг больших артистов, которые приехали на юбилей. Геннадий Залогин артист театра и кино, добрый Дед Мороз и самодержец Петр Первый, публичный человек, открытый всем. Чего еще мы не знаем о Геннадии Залогине? Школу-студию при МХАТИ Геннадий Борисович Залогин закончил заочно экстерн. А очно экстерн он закончил ГИТИС имени Луначарского. Личность многогранная и я бы на тебе защищала бы, я не знаю, какую работу философскую, значение многогранной личности в обыденной жизни нашего общества. Что для тебя удача в жизни? И как ты считаешь, удачливый это человек или нет? А удача в жизни это, наверное, когда есть семья, когда есть любимая работа. В данной ситуации для меня это мой театр, который сегодня в Петербурге назвали совершенно справедливо, когда нас принимали в СТД, что один из интереснейших коллективов России. Я думаю, что мы уже можем так называть себя и просто хочется немножко внимания даже не к своей персоне, а к делу, которому ты отдаешь жизнь. Геннадию Борисовичу Залогину 50. Пусть ему и впредь сопутствует удача. Чуть располнел Ну так что Так же хорош Зал театра Творческая Мастерская заполнился задолго до начала спектакля. Играли три сестры пьесу Чехова. Актер Геннадий Залогин 10 февраля 2006 года вышел на сцену родного театра в последний раз. В конце спектакля зрители будут аплодировать долго-долго, молча. Прощальных лечей не было, как, впрочем, и официальных лиц в зале. Были цветы, подарки, и почти у каждого затаенный вопрос, но почему покидает сцену и наш город Геннадий Залогин? Покидает отпуск тоже в сложное время, когда нету понимания между чиновниками, я имею ввиду Министерство культуры и творцами. Его нет сегодня. И мы не можем найти общего языка. Это самое больное. Из той палитры чувств, с которыми я уезжаю. Наш город, наша республика не заслуживает такого отношения чиновников к творцам. Спасибо тебе за все, и это хорошо, что ты был с нами, и есть с нами, и будешь с нами всегда. Спасибо, всем спасибо. Геннадий Залогин не раз был гостем в студии. Почему человек в кадре стал одним из главных героев нашего телевидения? Мы не центральный канал, мы предъявляем людей, которых общество наше, которое живет, знает, и поэтому мы бы не хотели, чтобы о нас судили поверхность, что ну вот, надо было кого-то показать, мы бы показали. Нет, мы стараемся на самом деле тему и ведущего, и человека, который сидит напротив ведущего, на самом деле должны быть увлеченные, должны быть правдивые, и должны быть интересны широкому кругу людей. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok